Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Надинский лет на холме Арслан-Тепе в Малатии, Западной Армении, которому 5700 лет. В Ереване стартовала всемирная конференция IT-ВАСИ-IT-2019. Дрон с флагом Арцаха провел смятение Ливы Европы. Курды угрожают крупномасштабной войной. Продолжаются восстановительные работы в Алеппо. Матэна-Дараня пройдет международная конференция, посвященная 150-летию Ивана Сатуманяна. В этом году раскопки на западном берегу реки Ифрат в 7 километрах от Малатии, Западной Армении, завершены. Самой заметной находкой был скелет, которому 5700 лет, найденный на холме Арслан-Тепе и принадлежащий 7-летнему ребенку. Арслан-Тепе, где исторические открытия пристираются от поздней цивилизации до Железного века, является колыбелью хетской, римской, византийской и многих других цивилизаций. В последние годы во время раскопок у входа были найдены статуи льва и короля. Обнаружена первая в мире дренажная инфраструктура в Кирпичном дворце и более 2000 печатей. Это первые города государства в Западной Армении. В Ереване стартовала всемирная конференция IT WCIT 2019. Старт конференции ознаменовал концерт на площади Республики. Сперва выступил всемирный оркестр классической музыки под управлением Сергея Самбатяна. Оркестр впервые в мире исполнил музыку, созданную искусственным интеллектом, на месте используя мелодии армянских духовных песен. Затем был концерт всемирно известного техно-музыканта Армена Ван Бюрена. Самое престижное IT-событие в мире пройдет с 6 по 9 октября. Сегодня в комплексе имени Каренда Мерчана на официальном открытии вступительным словом выступили премьер-министр Никол Пшинян, президент Семерного альянса информационных технологий Ивон Чу и Александр Исайян, президент Союза предприятий передовых технологий Армении. Союз состоит из 83 ассоциаций информационных технологий, которые представляют собой 90% от сектора. Ожидается, что в конференции примут участие более 2500 участников из 70 стран. Тема YCIT 2019 – сила децентрализации, ожидания и опасность. Более подробную информацию о WCIT 2019 можно найти на нашем сайте и на странице YouTube. В Люксембурге состоялся групповой матч Лиги Европы между командами Дьюди Ланш и Карабаха. На 30-й минуте матча на стадионе появился дрон с флагом Республики Арцах. Игра была приостановлена, дрон зависнул в центре поля. Некоторые игроки азербайджанской команды пытались сбить его мечом, но им этого не удалось сделать. Через некоторое время матч возобновился. Конфликт между Арцахом и Азербайджаном в 1990-х годах привел к гибели около 30 тысяч человек. И в 1994 году было подписано соглашение о прекращении огня. Но с тех пор отношения между двумя странами не нормализовались. Это не первый раз, когда этот конфликт имел последствия на футбольном поле. Так, полузащитник арсенала Генрих Махитарян в мае не отправился в Баку, чтобы принять участие в финале Лиги Европы. Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования «Сирийские демократические силы» СДФ Мустафа Бали пригрозил Турции тотальной войной, если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии. Соответствующее заявление Бали сделал в своем твиттере. «СДФ привержена рамкам механизма безопасности и предпринимает необходимые шаги для сохранения стабильности в регионе. Однако мы без колебаний превратим любое не спровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и свой народ», – написал представитель формирования. В субботу президент Турции Раджеп Тай Прадаган заявил, что решение турецкой операции на севере Сирии к востоку от Ефрата может быть принято сегодня или же завтра. В то же время представитель пресс-службы Пентагона Шон Робертсон заявил Рея Новости, что любая не скоординированная операция Турции в Сирии вызвала бы у США сильные обеспокоенности. Представители средств массовой информации прибыли в Алеппо по приглашению правительства Сирии для оценки результатов работы. Кадры, снятые беспилотником, отражают восстановление старого городского рынка, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также цитадели с сирийским флагом с изображением президента Башара Асада. Кроме того, снятые кадры показывают районы Алеппо, которые все еще находятся в руинах, сообщил спутник. Музей Уванеса Туманяна организует международную конференцию и выставку, посвященную 150-летию великого писателя 11 и 13 октября. По словам Армен Пресс, конференция посвящена изучению перевода сказок Туманяна и его эквивалентной оценке в контексте мировых переводных сказок. В 2017 году ЮНЕСКО включило 150-летие Уванеса Туманяна в календарь важных событий годовщин известных людей на 2018-2019 годы. Открытие международной конференции под названием «Восток-Запад. Туманян и искусство перевода сказки» состоится 11 октября в конференц-зале Матана Дорана. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию корень поплы. КОНЕЦ Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!